Завод «Черноморская игрушка» Завод «Черноморская игрушка» Завод «Черноморская игрушка» Завод «Черноморская игрушка» Просто пожимали плечами. Людям неудобно нам отвечать на эти вопросы. О них никто не заботится, кроме тех собственников предприятия, которые являются. Есть ряд вопросов, которые хотелось бы, наверное, и которые наверняка могли бы быть решены с помощью городской власти. Например, вопросы водоснабжения, вопросы, связанные с организацией инфраструктуры и ремонта дорог. Еще одна актуальная проблема для черноморских игрушек – катастрофическая нехватка профессиональных кадров. Это последствия закрытия профтехучилищ, а также отсутствие желания у молодых людей обучаться рабочим специальностям. К слову, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов на протяжении многих лет ведет борьбу за спасение училищ. На сегодняшний момент мы в большинстве случаев столкнулись с нехваткой именно кадров профтех, вот тех, которые у нас были, ну как бы ПТУ. Вот таких это просто караул. Но, чтобы вы понимали, на сегодняшний момент уровень зарплат хорошего специалиста, именно низкого рабочего звена – это очень серьезная зарплата по отношению с другими. Найти хорошего наладчика на штамповку – это цена тысячи долларов. Сегодня Украинская морская партия объединяет специалистов высочайшего класса во всех жизненно важных сферах, которые готовы сплоченной командой зайти на все уровни власти и взять на себя ответственность за решение проблем, которые накапливались десятилетиями. Сергей Кивалов подробно рассказал о членах своей команды. Юрий Санч Равинский, тот, который знает, что такое производство. Он является таким связующим звеном между сельскохозяйственной продукцией и заводом. Здесь же идет Валентин Андреевич Федоров, депутат Одесский районный совет и Одесский городской совет. Тот, который знает, что такое социальная программа, а сегодня нуждаются все в таких социальных программах. Бюджет города больше 10 миллиардов, но насущные проблемы города решены далеко не все. Так, например, никакого внимания не уделяют строительству заводов по переработке мусора. По словам лидера морской партии, сооружение данного завода – это первое, чем займется украинская морская партия. Я думаю, что мы будем работать в этом направлении для того, чтобы украинская морская партия имела возможность построить этот завод мусороперерабатывающий. Мы это сделаем в ближайшее время, как только закончатся выборы. Первым, чем мы займемся, первые шаги будут связаны именно с этим. Основа успеха любого предприятия – комфортная дружелюбная остановка в коллективе, сплоченная работа и активность. Сергей Кивалов подчеркнул, что именно таким коллективом и обладает завод Черноморские игрушки. Сергей Кивалов – это наш человек, человек важный для нас. Будем надеяться, что он все-таки станет мэром города Одессы. Я раньше поддерживал его политику. Даже то, что он сказал, что он ПТУ, не дает закрывать, это тоже очень большое цель, потому что не все могут быть директорами. Украинская морская партия Сергея Кивалова готова всячески поддерживать предприятия на благо Одесского региона. Политическая сила на стороне честных налогоплательщиков. В свою очередь коллектив завода ждет от команды Украинской морской партии в Горсовете решительных изменений, направленных на улучшение жизни в Одессе. Продолжение следует...